Водные артерии России На необъятных просторах нашей страны можно найти сотни крупных рек, которые поражают своими размерами. Эти водные артерии вдоль и поперек пересекают всю территорию Российской Федерации и приносят огромную пользу промышленности и сельскому хозяйству. Чтобы больше узнать об этих гигантах, расскажем вам о самых длинных реках России. Это самые большие водоемы страны, многие из которых не имеют аналогов в Европе. Все они имеют протяженность в несколько тысяч километров и занимают немалую площадь. Река Лена Самая длинная река в России, Лена, 4400 километров. На якутском языке название Лены звучит как Большая река. Самая длинная река России простирается над 4400 километров от Байкальских хребтов до Северного Ледовитого океана и впадает в море Лаптевых. Течет она в суровых условиях, окружающие земли скованы вечной мерзлотой. Поэтому городов на Лене мало, а самый крупный из них – Якутск. Многие сотни километров река течет по практически безлюдной местности. Как и прочие реки в условиях вечной мерзлоты питается Лена почти полностью талым снегом и дождем, поэтому зимой уровень воды в ней очень низкий. Большую часть времени года Лена проводит под толстым слоем льда, освобождаясь от него лишь на краткие 4-5 теплых месяцев. Хотя навигационный период недолгий, полени сплавляют грузы, проходят круизы, люди катаются на лодках, ходят в речные походы и посещают достопримечательности. Одно из самых известных – Шишкинские скалы, где до наших дней дошло творчество древних людей. Река Иртыш Иртыш – это одна из самых длинных рек мира – 4212 километров, большая часть которой находится на территории Российской Федерации. Эта водная артерия берет свое начало недалеко от границы Монголии и Китая, а впадает в Обь. Река питается талыми ледниковыми водами, а также пополняется немалым количеством подземных источников. Иртыш является важной водной магистралью, которая соединяет Сибирь с Казахстаном. Река Обь Обь – старшая сестра Иртыша. Эта река имеет меньшую протяженность – 3660 километров и является устьем для своего брата. Своё начало Обь берет в месте слияния Беи и Катуни, после чего протекает по территории России и впадает в Обскую губу Карского моря. Несмотря на величину и полноводность, в период половодья Обь может разлиться до 30 километров в ширину. Большую часть времени в году Обь проводится подо льдом. На всем протяжении реки находится множество городов, включая такие крупные, как Новосибирск. Обь не заходит на территорию других государств, что является редкостью для таких крупных рек. Эта водная артерия является местом расположения большого количества гидроэлектростанций. Река Волга Волга 3531 километр – самая длинная река в Европе, без сомнения, достойна титула матушки. На её берегах издревле селились славяне и народы, в будущем вошедшие в состав России. Впервые Волгу упоминает в своих записках ещё античный географ Геродот. В Средневековье и Новое время она служила торговым путём, связывающим север страны с югом. А в годы индустриализации, после установления советской власти, гидроэлектростанции на Волге обеспечивали промышленные предприятия молодого государства электроэнергии. Началом Волги являются небольшие ручьи в Тверской области, а устьем – Каспийское море. Волга заходит на территорию 11 российских мегаполисов, среди которых есть и Москва. Волга имеет множество мелких и крупных притоков. Особого внимания заслуживает Кама, длина которой составляет 1805 километров. Река Енисей. Эта река протяжённостью 3487 километров является границей между западной и восточной частью Сибири. Она берёт своё начало в Саянах и впадает в Карское море. Главной особенностью этой водной артерии является невысокая скорость течения. Также стоит отметить богатую прибрежную флору и фауну. Енисей питается талым снегом. Кроме этого, значительная часть воды поступает в виде дождя и других осадков. На всём протяжении Енисея расположено множество городов, несколько гидроэлектростанций и ряд водохранилищ. Также на берегах Енисея находятся несколько красивейших заповедников России, такие как Красноярские столбы и Саяно-Шушенский природный заповедник. Река Нижняя Тунгуска Эта река протяжённостью 2 990 километров является правым притоком Енисея. Её бассейн занимает большую площадь, сравнимую с самыми крупными водными артериями России. Главной особенностью Нижней Тунгуски являются резкие колебания уровня воды, зависящие от времени года. Также стоит выделить 17 тысяч озёр, располагаемых в бассейне реки и питаемых её водами. Нижняя Тунгуска отличается своей чистотой. Река Амур 2824 километра Само название реки говорит о её размерах. Амур происходит от слова «дамур», что значит на языке местных жителей маньчжуров. Буквально «большая река». Начинается она в степях Монголии и впадает в Охотское море. Амур исключительно богат рыбой. В нём обитает до 139 разнообразных видов рыб. Но только одна четверть от этого изобилия имеет промысловое значение. На берегах реки произрастает много уникальных растений, часть которых занесена в Красную книгу России, а также обитает большое количество животных. Около Амура живёт самая крупная в мире популяция амурского тигра и дальневосточного леопарда. Река Вилюй Вилюй – 2650 километров. Это самый длинный приток Ленны, которая сама по себе река далеко не маленькая. Протекает он по территории Якутии и Красноярского края. На реке стоят две гидроэлектростанции, запущенные ещё в советское время. Они дают свет, тепло и энергию, расположенным поблизости объектам горнодобывающей промышленности. У одного из притоков Вилюя находится место паломничества уфологов, любовно прозванное старожилами долиной смерти. По слухам, там находятся огромные таинственные объекты, похожие на котлы, размером от 6 до 9 метров в диаметре и изготовленные из непонятного металла. Река Ишим Этот приток Иртыша является одним из наиболее известных водоемов в азиатской части России. Он имеет протяженностью 2450 километров, несколько сотен из которых приходятся на территорию Казахстана. Ишим начинает своё движение в горах. Он подпитывается тающим снегом и достигает Иртыша, в которого впадает. Ишим является значимой водной артерией для Казахстана и нескольких областей России. Большая часть его берегов используется для выращивания зерновых культур, а пойма для выпаса скота. Также люди используют реку в качестве источника питьевой воды, доступной в нескольких крупных городах и множествах посёлков. Река Урал Это крупная река с богатой историей, имеет протяженность 2428 километров. Первые упоминания о ней появились ещё в пятом веке нашей эры. Когда-то казаки, начавшие осваивать просторы за Уралья, называли его Яиком. И до сих пор под старым названием он фигурирует в многочисленных казацких песнях. Урал — река капризная. На протяжении веков он неоднократно изменял своё русло, оставляя в своём бассейне в изобилии рассыпанные старицы, озёра и густую сеть протоков. Впадает Урал, как и Волга, в Каспийское море.